Всем привет! Сегодня мой очередной этап в вышивке маминой чашки от торговой марки Dimensions. Вот я уже вышила рамочку и сделала немножко металлика, то что было просто металлик. Вот, если вам видно, вот эти крестики. Это я делала диамантом, ниточкой, и вот эту вот окантовочку, это просто в одну ниточку металлик вот идет. Мне очень нравится, очень красиво получается такие вот эти вот звездочки, я их называю, и металлик. В общем, в жизни очень так гармонично смотрится, что-то не хочет у меня фокусироваться, когда так держу. Вот такая рамочка у меня есть теперь, и буду приступать уже непосредственно к чашке. Все-таки не знаю, вот думаю, на каком языке все-таки писать мама. Все-таки еще в раздумиях, скажем так. И у меня вопрос к тем, кто вышивал эту чашку, в частности, Лариса вышивала. Подскажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот смотри, вот здесь вот, вот здесь, да, идет еще, обшивать нужно, вот здесь вот в уголочке идет, здесь в уголочке вот идет одна ниточка, вот она, вот здесь вот эта, металлика одна, да, и вот такой вот символ. Тут получается, одна мулине и одна металлика, да, скручиваются между собой. Так, как мне, я сначала вышиваю просто металлик, да, вот этот вот символ, да, а потом я скручиваю эти между собой и ими тоже как вышивать, или это как прикладная нить идет, вот эта вот, вот эта вот скрученная. Потому что вот этот вот символ, я так понимаю, что ее, опять же, вот здесь вот скручивать, и вот так она идет, вот так, и вот так, и вот так с четырех сторон. Вот у меня тоже тут вопрос, тут идет две обычных мулине и одна металлик, и вот они как перекручиваются, и потом их как выкладную нить, ну, как бы крепить, либо просто вышивать как бэкстич. Такой вопрос у меня созрел. Если можешь, ответь мне, пожалуйста. Потому что писать, спрашивать, это долго объяснять, что я хочу, а так вроде бы понятно объяснила. Буду очень и очень благодарна. Так, хотелось бы все-таки, чтобы вы видели, как оно блестит, но не знаю, на улице сегодня у нас тучи, хоть и жаридло страшное, но все равно не видно так на... на... в экране, как они переливаются, это... Сейчас попробую сфокусировать носом. О, видите, как я... Вот, посмотрите, какая красота! И, кстати, там было в инструкции вот эти вот звездочки, они, ну, рекомендуют их вышивать по часовой стрелке. Вот, я вышивала против часовой стрелки, но где-то здесь я проводила эксперименты, и парочку вышила по часовой стрелке, и они точно такие же получаются, поэтому от этого ничего не зависит. Потом вот эти вот крестики, вот здесь вот в начале я стала делать как в два... Скажите, пожалуйста... Ну, типа в две ниточки, да, сюда и сюда. Но мне что-то показалось, что не очень красиво, поэтому потом я делала в четыре. То есть, вот, раз, два, три, четыре стежка получается. Только мы вот эти вот звездочки делаем со серединки каждой, так? Вот так вот. А крестики наоборот, в серединку. И тогда получается красиво, и не сильно так... Ну, конечно, с металликом работать это что-то... Что-то с чем-то. Даже диамант этот я сначала тут намотала такую длинную, сделала себе нить, и давай, думаю, чтобы на все четыре уголка мне хватило. Угу. Сейчас. У меня тут она порвалась, погнулась, полопалась, где-то разошлась. В общем, хватило на одну, потом я уже маленькими отрезками отрезала и вышивала вот эти вот звездочки. Сзади, смотрите, я просто протяжки прятала под звездочками, протягивала вот так вот. Вот. Единственное, что если напрямую, то уже тут вот видно протяжку. Тут то же самое. Вот я под звездочкой выводила, чтобы они так не цеплялись. Вот. Вот здесь вот в одну ниточку идет. То я отрезала, получается, вот эта длинная нить металлика, которая идет в наборе, ее делишь на четыре части, и получается вот эта четвертая часть как раз хватает на вот одну сторону. Сюда, и сюда, и сюда. Вот я на четыре поделила, и как раз, ну, как раз хватает. Потому что если длинную, опять же, таки использовать, она в негодность приходит очень быстро, поэтому... Вот так вот. Вот так вот на сегодняшний день у меня выглядит это все. Что ж. Что, котик? Помощник сегодня с нами. Что-то у нас... Да? Угу. Скажи, всем привет. Скажи, всем привет. Ой, это машинка упала. Не хочет говорить, уже стесняется. А то так несколько видео отказывался со мной тут помогать. Мне говорил, не хочу. А сегодня уже сказал, пойдем, я буду помогать. Вот. Так что от него привет тоже. Ну что ж, всем шустрой гулочке, ровных крестиках. Спасибо за внимание. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok